В эфире программа «Особое мнение». Здравствуйте, меня зовут Владимир Сметанин. Напротив меня главный редактор газеты «Бизнес-новости» Олег Прохоренко. Олег, добрый день. Добрый день. Сайта хакирова.ру, по традиции напоминаю, где есть аудио- и видеотрансляция нашего эфира. Кроме того, с помощью специальной формы на сайте вы можете задать вопрос гостю особого мнения. Ну, сегодня мы по традиции сбалансировали нашу повестку дня и политика, и экономика, и ЖКХ, и всё там есть. Ну, предлагаю сразу начать с итогов довыборов в областное законодательное собрание. Довыборы состоялись вчера в Новоавятске, избирательный округ номер 19. Вот появились уже данные о том, кто победил. Победу одержала Ирина Морозова, кандидат от «Единой России», которая работает главным врачом Кировской городской больницы номер 2. Ирина Морозова набрала, ну, если так округлять в большую сторону, 56% голосов. Явка, что примечательно на этих довыборах, составила всего лишь 8-8,5%, ну, чуть побольше процентов. Достаточно невысокий показатель. Если вспоминать последние выборы губернаторки Кировского области, да, то там явка была значительно и значительно больше. Итак, вот эти довыборы на место Сергея Лузянина, как известно. Насколько это, не знаю, изменит политический расклад в областном законодательном собрании? Насколько важны эти выборы, на твой взгляд? Ну, политический расклад изменят несущественно, потому что ушел один депутат «Единый Россий», пришел другой депутат «Единый Россий». Ну, то есть, в данном случае, там, и перевес вот этот вот «Единой России», несмотря на большое количество людей, которые ушли по тем или иным причинам из фракции, он все равно сохраняется. Единственная проблема, которая возникает, это когда не все депутаты до конца заседания остаются, и возникает тогда проблема вообще с голосованием. То есть, результат ожидаемый, явка, я думаю, тоже связана с моей точки зрения, с тем, что выборы не очень интересны. Мы знаем, что когда выборы в местные органы самоуправления проводятся, в местные, там, региональные какие-то, вернее, в региональный парламент, если они пристегнуты одновременно к выборам в Государственную Думу, к выборам губернатора, к выборам президента, то есть, к федеральным каким-то выборам, федерального масштаба, тогда они привлекают большее количество людей к себе. Во-вторых, в городе действительно явка всегда, мы знаем это, и показательно, что, допустим, в Демьяново, там, 20 с лишним. Почти 30, тоже там вчера составились выборы. Явка составила в Яранском районе, там, в сельском поселении 50 с лишним, да, в Кирове всего, там, ну, меньше 9. К тому же, мы знаем, что через год будут новые выборы, законодательные собрания, то есть, депутатов, фактически, остается работать год, не так много. Но вообще, на Авиацкую, конечно, не везет в этом плане. То есть, на Авиацкую какое-то, я не знаю, что за место такое. Сначала Сергеем Луизяниным получилось так, что лишили его в силу уголовного дела, которое возбуждено в отношении него, и уже, там, состоялся суд, и он отбывает наказание. Во-вторых, там, очень недолгое время, побыла депутатом Олина, Елена Олина, во фракции ЛДПР тоже, активная дама из Новоавиацка, и ей тоже отказали в доверии депутата-коллеги, ну, в силу того, что по объективным причинам у нее не была снята уголовная судимость. Вот, и, соответственно, фракция ЛДПР, вернее, партия ЛДПР предложила другого человека, списочника депутата. Вот, и сейчас, я думаю, что показатель явки, он еще показывает отношения, ну, безусловно, показывает отношения людей, жителей этого микрорайона города Кирова, некогда, города Новоавиацка, да, как они относятся, собственно, к своему представителю в региональной власти, и как они относятся к весомости регионального парламента, хотя я с ним не совсем соглашусь, действительно, региональный парламент, он в сегодняшней его конструкции является достаточно сильным звеном власти, он влияет на принятие политических решений, и в данном случае может даже выставлять условия исполнительной власти некоторые, то есть, по крайней мере, исполнительная власть должна прислушиваться так или иначе к оппозиционным фракциям, чтобы они не устроили очередной демарш, и там есть место для дискуссии, это безусловно. То есть, это показатель, скорее, вот субъективного отношения людей, не, как сказать, у которых нет ощущения, что в региональном парламенте могут приниматься какие-то весомые, существенные вещи, и что их представитель в парламенте может для них что-то серьезное сделать. Вот жалко, что у нас у людей такое отношение. Понятно, что это город, понятно, что это депутат следующий после достаточно сильного тяжеловеса Сергея Лузянина. Не секрет, что в Монавиатском районе он действительно имел большой вес, значение, это касается не только стадиона России, это касается какой-то благотворительной помощи и так далее и тому подобное. То есть, он делал достаточно немало, несмотря на тот флёр, который тянется по центральному рынку, в Монавиатском районе достаточно весомая фигура, и после него любой кандидат будет казаться таким середнячком. Ну, надо сказать, что, по всей видимости, скоро в Кировской городской доме придет новый депутат, связанный с уходом из жизни, выходные Сергея Павловича Козыркова, как-то депутат Кировской городской доме. Ну, опять приходится нам возвращаться к теме падения с крыш льда и снега. Очередной случай произошел в субботу, 21 марта. На Ленина, в районе Старого универмага, как известно, уже серьезно пострадал 53-летний мужчина, упал голубольда ему на голову, открытная черепно-мозговая травма. Сами сообщили, что в тяжелом состоянии он находится. Реакция сегодня последовала, да. В частности, глава региона Никита Белых дал комментарий Русской службе новостей. Он заявил, что не думая, что мэр города Кирова будет уволен, имеется в виду Владимир Быков. Там, слава богу, не смертельный случай, во-первых. А во-вторых, дом, с которого рухнул лед, он находится в виде не частной, а не муниципальной обслуживающей организации. Вот, собственно, почему мы не можем остановить-то волну этих трагедий? Вообще, я уже высказывал мне многократно о том, что смена руководителей не всегда может привести к изменению климата на планете, погодных условий и так далее. Такие вещи, как это ни прискорбно, с той или иной степенью, часто или не очень, или менее часто они все равно будут происходить. И я не согласен с высказываниями, что нужно тотчас же всех поувольнять, кто за это ответственный, начиная от рядового сотрудника и заканчивая руководителем органов местного самоуправления города, в данном случае, всего того, что всегда будет что-то случаться. Это даже не капризы природы, это и не недогляд в некоторых случаях, и не отсутствие контроля. То, что сами по себе несчастные случаи, особенно в городе, где огромное количество высотных домов, плотная застройка, огромное количество населения так или иначе будут происходить. Задача власти, муниципалитета сделать как можно, ну то есть извлечь уроки, хорошие уроки, оказать всевозможную помощь, во-первых, тем, кто пострадал, и впредь сделать такую схему работы коммунальных служб, чтобы минимизировать такие случаи. Я еще раз говорю, невозможно каждую крышу еженедельно чистить. Есть варианты, технические варианты, как возможно не допустить появления наледия на крыше. Ну, в частности, теплая кровля, где... Да, утепление, ультразвук, электрические какие-то схемы и так далее. Нужно понимать, что все это стоит немалых денег. Это большие инвестиции. У нас даже те взносы на капремонт, которые сейчас в квитанции людям пришли, вызывают негодование, возмущение и огромные митинги в муниципалитетах. А что уж говорить, если придет квитанция, где надо будет оплатить там несколько тысяч или даже, может быть, десятков тысяч рублей за то, что тебе сделали кровлю, обезопасили тебя от падения с нее сосулек и так далее. То же самое, безусловно, просто не хватит людей, которые будут по всем крышам лазать, их расчищать. Наверное, необходимо расставить приоритеты, я говорю, извлечь ошибки, посмотреть те дома и те учреждения, где сход снега представляет максимальную опасность, то есть там, где есть большое количество людей, которые проходят под этой крышей. Есть дома, я живу в доме, например, где вероятность ничтожна, потому что там выход из подъезда, дальше цветники, с обратной стороны дома никто не ходит, там сугробы. И в результате, ну, сходил он этот снег, да, ничего страшного не произойдет. Дай бог, чтобы ничего страшного не произошло. И козырьки у подъездов, они все-таки каким-то образом защищают. Но есть дома, где действительно на красной линии, в том числе, где нужно за этим следить. И вот хороший опыт после трагедии в Слободском, я думаю, что может быть его взять на вооружение, когда каждый чиновник город-администрации берет контроль за каким-то домом. Ну, в Слободском это возможно, не знаю, насколько возможно это в Кирове, но у нас есть теруправление, да, действительно, возьмите на контроль, личный контроль. Каждый дом, смотрите, если есть опасность схода, тогда звоните в службу и пусть убирают моментально. Либо организовать работу так, чтобы был старший по подъезду, чтобы был старший по дому, который незамедлительно сообщал. У нас образовалась наледь, может рухнуть звонок, и по звонку моментально выезжает бригада и убирает это дело. То есть здесь надо извлекать уроки, снимать всех поголовно, ну, придут другие люди, будут точно так же выстраивать эту схему, пытаться с нуля. Не думаю, что это принесет моментальный эффект, но на будущую зиму, я очень надеюсь, таких трагедий просто не повторить. Ну, кстати, по поводу Слободского, как известно, в субботу 21-го числа там состоялся митинг, организованный, да, ЛДПР, в пользу отставки главы города Евгения Рычкова. СМИ сообщают о том, что... Мало того, я там даже был. Да. Вот по твоим ощущениям, это больше политика, нежели какой-то здравый смысл, зов, крик души, сердца, что должно уйти в отставку главы? Ну, видишь, там несколько тем было. То есть отставка главы – это тема, которая появилась позже. Изначально были заявлены темы митинга. Антикризисные, да? Капитальный ремонт. Твор на капремонт, который сейчас введен, и который год обсуждался уже, но по факту люди получили квитанции, не понимают, зачем они должны платить, если 20 лет у них ничего там не будет ремонтироваться капитально. Недовольны, естественно, те люди, которые живут в кооперативных домах. Ну, я тоже уже говорил, высказывался на эту тему. Если есть недовольство, то есть там были даже призывы не платить. Вам выкручивают руки, не дают субсидию на жилье, да, это незаконно, да, но платить вы не обязаны. В общем, я думаю, что это не совсем правильный вариант. Лучше, если на законодательном уровне действительно найдут вариант, как сделать так, чтобы и овцы были целы, и волки сыты. Ну, как известно, депутат от Кировской области Сергей Дородин, он уже внес законопроект. Мало внести законопроект, мало заморозить. Надо понимать, что заморозка, она, ну, там, на год, ну, на два. Потом нужно будет искать механизм. В бюджете, окей, найдите деньги в бюджете для того, чтобы бюджет оплачивал, ну, мы платим все налоги, да, чтобы бюджет оплачивал эти расходы. Это огромные расходы. У нас была программа по, там, ветхому аварийному жилью, по капитальным ремонтам, да, из федерального бюджета, там были определенные условия, что должно быть, там, количество ТСЖ, ТОСов, организованных в городе, да, и при этом условии только, и управляющие компании должны быть частными, при этом условии, там, выделяются средства на капремонт. Но этот кошелек истощился, да, эта программа, насколько я понимаю, сворачивается, и теперь найден механизм, как гражданам самим складываться, складывать средства на капитальный ремонт. Вот, и хороший этот механизм или плох, но он должен какое-то время отработать, чтобы показать свою дееспособность, либо недееспособность. Если депутаты примут решение его отменить, ищите деньги, потому что в противном случае начнут валиться кирпичи и шифер на крыше жителей города, и кто будет нести ответственность? Снова мэр, да, или депутаты будут нести ответственность и отвечать за то, что происходит. То есть у руководства города, у управляющих компаний просто не будет средств для того, чтобы этот ремонт капитальный там где-то необходимо в первую очередь производить. Ну, а что касается претензий? В адрес главы-то города ручка? Вторая тема, которая была, это отмена льготного проезда, точнее заявительный характер, когда человек должен предъявить типу документов и после этого получить право на свой льготный проезд. Понятно, для чего это делается. То есть это сегистирование бюджета, урезание расходов, которые не нужны. Просто есть действительно семьи, ну, я на своего ребенка, например, ходил, эту справку делал для льготного проезда, для бесплатного, мне еще учатся в начальной школе, а кому-то, может быть, это не надо. Кто-то возит сам ребенка большую часть, либо может там в состоянии оплатить его проезд и так далее. То есть кто-то не обратится просто в силу того, что, ну, не хочется туда идти, подавать справки. И за счет этого, я думаю, что там возникает определенная экономия. Ну и третья тема, тема отставки, да, безусловно, она политическая. Безусловно, руководитель ЛДПР и там были представители КПРФ. У них есть, наверное, амбиции по тому, чтобы через год в Слободском будут новые выборы городской думы. Соответственно, будет, возможно, новый руководитель, глава города и глава администрации, потому что там точно так же, как в Кирове, сначала избираются депутаты, потом из числа депутатов избирается глава города, органами местного самоуправления. Но депутаты в данном случае сказали, что большинством голосов, 10 против 6, по-моему, что глава должен остаться и доработать тот срок, который он работает, безусловно. А здесь, вот этот митинг, это, наверное, показатель того, что все-таки недовольство в Слободском большое есть деятельностью, там, главы города именно, муниципальной власти. И я не думаю, что, ну, то есть, более чем уверен, что здесь виноват только глава города, например, да. Есть депутаты, достаточно активные депутаты, которые его поддерживают, есть депутаты, которые его не поддерживают, но которые тоже могут вносить какие-то... Ну, то есть, что-то менять, что-то в городе, какие-то вещи организовывать и влиять на принятие решений. Вот. Поэтому митинг состоялся, он был действительно многолюдный, ну, от 500 до 700 человек. Хотя, хотя сами организаторы говорили, что, ну, чуть ли не 2 тысячи, ну, наверное, 2 тысячи – это слишком с большим оптимизмом. Но люди пришли, люди собрались, и действительно многие высказывали там свое ненавольство. То есть, получается... Теми или иными, не конкретно в данном случае. То есть, получается, что вот этот случай, эта трагедия, да, с погибшей девочкой, она обострила вот эти все внутренние процессы. Я бы сказал, она не выступила катализатором, она является... А, ну да, да, трагедия, да. А так, коль скоро такое имитинг состоялся, наверное, это показатель все-таки работы органов местного самоуправления. Ну, как известно, в отношении чиновников из Слободской администрации, Кировской тоже администрации возбуждено уголовное дело следственным управлением, уголовные дела, вернее, по статье «Халатность». Есть у тебя уверенность и надежда в том, что эти дела будут доведены до логического завершения, и кто-то действительно из чиновников ответит головой за эти случаи. Что же значит «ответит головой»? Меня всегда интересует эта формулировка, то есть, что будет доказано вина, и человек ответит. Голова – это не будет больше ходить по коридорам. Ну, насколько я знаю, вот под следствием находится руководитель обслуживающей организации. Там же на митинге прозвучало, что руководитель управляющей компании уже осталась со своим креслом. Не знаю, насколько это так или не так, Наталья Ячменникова, причем она признавалась одним из лучших, то есть, как-то побеждала даже в конкурсе лучших руководителей служб ЖКХ управляющих компаний в российском конкурсе. То есть, а здесь ее вынуждены, видимо, были убрать, именно в силу того, что, ну, я не знаю, как это сказать, не удовлетворены работой управляющей компании или для того, чтобы, как знаешь, бывает, когда летит самолет, он выпускает не сигнальные, а отстреливает вот эти вот ракеты, в которые, если полетит самонаводящаяся ракета, то она не попадет в самолет, вот может быть с этой целью сделана. Нет, я имею в виду чиновников, чиновников, о чем мы говорим. Будут ли наказаны, ну, как бы то ни было, я категорически не согласен с тем, что нужно возбуждать уголовные дела, снимать, сажать и так далее. Нужно, если человек действительно виновен только в этом случае, разбираться и принимать какие-то решения, кадровые в том числе, и наказывать. А так, я думаю, что если человек признает свою вину, и если он готов, ну, если он принимает меры, чтобы это впредь не повторилось, если он оказывает всяческое содействие в том, чтобы облегчить жизнь пострадавшему, членам его семьи, то, ну, это не тот вариант, когда нужно человека, ну, именно, там, снимать с должности и, там, снимать голову, повинную голову, наверное, сечь не надо. Я напомню, что это особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости». Вот какую тему хотелось бы еще затронуть. На прошлой неделе областное правительство подписало соглашение с местными торговыми сетями обеспечить в магазинах этих сетей наличие 20 социально значимых продуктов питания, торговая надбавка, на которой не будет превышать 10% в городских округах и 15% в других муниципальных образованиях нашего региона. Как известно, магазины у нас в Кирове проверяются с лета, с осени прошлого года, и, собственно, информации о нарушениях, о превышении торговой наценки, в том числе от антимонопольщиков, вроде как не поступало. Вот зачем нужно теперь это соглашение подписывать? Вроде и так все в порядке. Ну, я, честно говоря, вообще не понимаю. Я тоже многократно говорил о том, что ограничивать, особенно в продуктовом ритейле, пытаться ограничить каким-то образом рост цен, торговые надбавки и так далее, это вещь бессмысленная. В силу того, что при нормальной конкуренции, когда есть несколько торговых сетей, которые конкурируют за клиента, всегда на какие-то категории товаров, акционных товаров, они будут держать цены гораздо ниже, чем, ну, стараться, по крайней мере, и вынуждать поставщика снижать эту цену. А акционные товары – это зачастую как раз те самые необходимые. Да, и мне кажется, что это тоже такая вещь, вот подписание этого соглашения больше на показ, чем действительно каким-то образом облегчить существование кировчанам. Если, ну, представь, если вдруг магазин N сделает дешевле цену на хлеб и надбавку торговую, чем магазин B, то, естественно, люди, особенно пожилые, они будут приходить в магазин N. А если еще сделать 10-процентную скидку, там, утреннюю, в понедельник, то вся большая часть социально незащищенных бабушек как раз пойдет туда, да, в этот магазин. Поэтому зачем искусственно, ну, и это нормально, и торговые сети всегда так должны действовать в условиях конкуренции, искать какие-то вещи, какие-то товары, которые привлекут клиента, и клиент, соответственно, если он располагает доходами, он возьмет еще дополнительные товары. Если не располагает, то возьмет только то, что акционное, что есть, пойдет в другой магазин, по другой акции смотреть, что есть. Поэтому я не считаю это значимым каким-то решением. Уже подобные решения принимались, и больше 10 лет назад подобное было тоже. Там не соглашение, правда, было с торговыми сетями, а там была рекомендация правительства области, там, ограничить торговую надбавку. Ну, возможно, это работает, и торговые сети показывают, да, у нас есть там вот эти товары, но они существовали бы вне зависимости от того, есть соглашение или нет. В общем, это некое такое декларирование намерений, что мы вроде как все в одной лодке находимся. Может быть, это такой дополнительный пиар этим торговым сетям. Возможно, и так. Давайте еще про продукты немножко поговорим, но уже после небольшой рекламы, на которую прервемся прямо сейчас. Особое мнение на 101FM Продолжается особое мнение. Сегодня это особое мнение Олега Прохоренко, главного редактора газеты «Бизнес-новости». Меня зовут Владимир Сметанин. Еще немножко хотел затронуть тему продуктов. Рядка полутора недели назад премьер-министр Медведев пообещал разработать систему адресной продуктовой помощи социально незащищенным слоем населения. Непонятно, пока идет ли речь о раздаче продуктов. Будет там где-то пункт находиться, куда смогут люди с низким уровнем недостатка прететь, продукты получить, либо талонная система будет введена. Пока еще непонятно. Вот как по твоей оценке эта система? Это все лишено смысла, если только государство не заложит какую-то сумму на эти вещи. Потому что, а где они будут брать дешевые продукты? Вынуждать поставщика снижать ниже рентабельность или как? Я не совсем понимаю эту структуру, эту систему. Да, очень хорошая система была у нас. Где-то она себя зарекомендовала хорошо. Я был в Белой Холунице, там отказываются от этих карточек, социальных карточек, многодетным семьям, незащищенным категорием граждан. Продуктовую карточку? Продуктовую карточку. Ну, в силу того, что я разговаривал с руководителем местного РАИПО, Леонидом Ивановичем Бурковым, ой, Бурковым, говорю. Хорошо, Геборки. Да. Его мнение таково, что нужно, ну, что те же клиенты, которые ходили к ним и так, теперь приходят к ним с этой картой. И толку от нее как бы никакого. То есть ничего не поменялось. Для него лично. Ну, так как это бизнес, то, собственно... Идея-то ведь была, что-то из федеральных... Не поддерживать федералов, а поддерживать местных ритейнеров. Тысячу рублей каждый месяц. Вот такая система, в Кирове она хорошо отработала, насколько я знаю, и такая система поддержки как бы семей социально незащищенных, она имеет место быть. То есть, когда государство субсидирует, датирует приобретение определенных категорий товаров. А если это просто будет... Ну, я не знаю. Вот я не знаю схему, поэтому сложно обсуждать, вот когда конкретика какая-то появится. И потом, когда приезжали знакомые, не так давно из Москвы, которые там живут, они как раз удивились тому разнообразию, во-первых, продуктов питания, во-вторых, ценам, которые у нас здесь есть в Кирове, удивились, говорят, у вас здесь коммунизм, у нас уже полки давно там опустили, и товары стоят намного дороже. И понятно, что живут они в центре Москвы, и поэтому там магазины там Елисеевские, Билла, они достаточно дорогие. Но в целом и в общем в Кировской области ситуация-то более-менее спокойная. То есть у нас товаропроизводители отчитываются ежемесячно и говорят, да, мы с марта вынуждены повышать цены, потому что у нас есть импортная комплектующая, плёнка там и так далее, какие-то добавки в колбасу, закваски и так далее. А в целом всё-таки продукты у нас стоят пока, фу, чтобы не сглазить, недорого. И любой человек, говорят пенсионеры, пенсионеры бедные. На самом деле пенсионеры на сегодняшний день одна из самых социально защищённых категорий населения, потому что их уволить не могут. Если пенсии будут выплачиваться впредь, вовремя, то пенсия в районе прожиточного минимума и даже чуть выше. У многих есть пенсии по 14-15 тысяч рублей. У тех людей, которые уже под 80 лет, под 20-ку, это вполне себе хорошая зарплата. То есть они мало того, что могут себе позволить хорошие качественные продукты питания, что они делать вряд ли будут, они ещё помогают своим детям, внукам, платят за учёбу и так далее. Поэтому не так критична, наверное, ситуация с продуктами. Здесь есть другие вещи, которые с моей колокольни стоило бы поддержать. Стоило бы поддержать семьи, особенно семьи с детьми, особенно семьи, у которых много детей. Таким образом. Потому что каждый ребёнок – это затраты. Это большие затраты. Если в царской России или в первые годы советской власти было нормально, когда семья – пять, семь, десять детей, потому что требования, претензии были совершенно другие. Тогда не нужно было крутой телефон, тогда не нужно было компьютер, планшет, хорошего одежды. Вы же ничего не поделаешь, технический прогресс сейчас уже ругать бесполезно. Кино, интернет и прочие удовольствия жизни были недоступны. Человек мог, ну, то есть дети могли друг от друга латаную и прилатанную одежду передавать и в этом ходить в школу. Главное, чтобы были сыты. А вот сейчас сытость – это не главное для рядовой российской семьи. Главное – это возможность дать ребёнку образование. Какое-то дополнительное образование, которое тоже не бесплатно. Если он занимается спортом, отправить его на соревнования. Выпускные там учебники бесплатно, платно тетради рабочие и так далее и тому подобное. Проезд сейчас снова нужно задекларировать, да, для того, чтобы его получить. Такие-то 14 рублей. Если посчитать, ребёнок там едет в школу из школы, едет на секцию из секции, получается 60 рублей в день. Вынь да положишь. Плюс питание. То есть это достаточно недешево, если ещё нужно платить за дополнительное образование тоже. А какие веры поддержки там? Прямая раздача денег? Нет, не прямая раздача денег. Нужно посмотреть, где семьи тратят. И делать для них… Если в детских садах, то там возмещается частично на твой счёт. То есть за первого ребёнка немного, за второго побольше, за третьего ещё больше. Возмещается родительская плата в детский сад. Вот такие же меры поддержки нужно предпринимать. Это логично, это разумно. Нужны какие-то средства, да, нужно предусматривать в бюджете, опять же, адресные средства помощи таким семьям. Вот какая новость появилась на прошлой неделе. Новость от администрации города Кирова. Глава администрации Александр Перескоков. Что возможно, в структуре нашей администрации появится новый отдел, который займётся контролем деятельности мэрии. В частности, будет проверять декларация о доходах муниципальных служащих. Ну, журналисты сразу же окрестили от этого отдела отдел по борьбе с коррупцией. Потому что не знаю, насколько это уместно. Уместно. Называть так? Да. Ну, наверное... Чиновникам виднее, да? Почему бы не назвать? На самом деле, я не понимаю, зачем это. То есть, это придумано на федеральном уровне, спущено вниз и велено, что надо сделать. Но контролировать чиновников, чиновников, это как пчёлок против мёна, я думаю, что не совсем резонно, не совсем уместно, смотря, кто в этот отдел войдёт. Но даже... Новые-то люди будут или прежние, муниципальные служащие? Я думаю, что в любом случае это дело общественников. Российский народный фронт, окей, да, это общественная организация, они могут контролировать. У них нет, конечно, полномочия, но в прокуратуру подать они вполне могут. Я не понимаю, честно говоря, резонно в этом отделе. Другое дело, что если раньше свои доходы всегда выкладывали на сайт, то сейчас, допустим, ты не найдёшь доходов освобождённых депутатов законодательного собрания на сайте. Они скрыты и они по требованию могут их показать, но только лишь по требованию. И это, на мой взгляд, неправильно. То есть, резоннее бы было... Зарабатывает себе человек на жизнь, ну и что, пусть зарабатывает, не получает бюджетные деньги. Резонно было бы, чтобы это всё-таки было в открытом доступе и тогда не нужно никаких отделов создавать, что-то город городить. Проверить в соответствии там его, ну то есть, насколько он правильно продекларировал или неправильно, ну это может налоговая инспекция, например. Или какие-то другие органы, где эта информация есть. То есть, на твой взгляд, вполне существующих достаточно мер, Может быть, я чего-то не знаю, потому что я глубоко в этот вопрос не вникал, что конкретно там будут проверять. Есть ещё очень интересная инициатива, которая долго обсуждается давно, это контроль за расходом, за расходованием средств, чем мы... Опять же, декларирование расходов, то, на что потрачены деньги. Крупных расходов, дорогостоящие какие-то вещи, откуда деньги. И вот это совершенно другое. И потом, тогда контролировать нужные члены семьи тоже, как ты понимаешь, да, не только человека, который работает во власти, но ещё и членов его семьи, потому что там тоже есть определённая аффилированность. Ну, если большая семья у чиновника, то сложнее будет контролировать, там можно переписать и на троюродных, не знаю, братьев, племянников и так далее. И можно погрязнуть просто в этом во всём. Остаётся у нас немного времени, хотелось бы немножко ещё про инвестиции, поговорить. В пятницу в нашем городе побывал руководитель АФК «Система» Владимир Евтушенков, один из богатейших людей страны, как известно. Вот, в частности, высказана идея производства у нас детской мебели для сети детского мира. Города, собственно, по многих, да, крупных городах есть эти магазины. В частности, подписано соглашение вложить в производство фанеры в Новоевецке за пять лет восемь миллиардов рублей. Вот реальный проект, на твой взгляд? Про фанеру в Новоевецке я думаю, что проект реальный вопрос только в том, кто будет забирать эту фанеру, потому что рынок... Реализация сбыток, да? Да, рынок такой очень хитрый. То есть, если на экспорт, окей, её, наверное, возьмут, тем более при том паритете цен, которые сейчас установились, и соотношение рубля к доллару и рубля к евро выгодно стало производить продукт на экспорт, и зарубежным странам, покупателям стало выгодно приобретать в России, потому что это дешевле, чем в том же Китае, предположим. А внутренний рынок потребления фанеры, я просто активно слежу за процессом, который происходит по красному якорю сейчас, внутренний рынок фанеры, к сожалению, неустойчив, это в основном строительная фанера, а не мебельная, и очень многие фанерные комбинаты, которые работают на внутренний рынок, они как раз в таком подвешенном состоянии, как только спад в экономике происходит, так сразу они подвисают тоже, параллельно. Если ты поставляешь на экспорт, у тебя всё стабильно, если мы внутренний рынок. Увы и ах. Здесь вопрос в другом. Я когда ходил на встречу с Владимиром Петровичем, то есть там был подход к прессе, ему предлагались на самом деле не только фанерный проект, там, ну, доинвестировать, потому что приобрели не меньше полугода назад этот венский фанерный комбинат, и не только выделить дополнительно лес для этого комбината, что на самом деле, не знаю, мне вот это вот выделение леса под инвестпроекты кажется несколько сомнительным. Выделение бесплатное? Нет, не бесплатное, но на очень льготных условиях, потому что, как правило, изрядную долю этого леса дают субаренду, тем же самым лесопереработчикам в районах, они просто платят мзду инвестору, который там реализует инвестпроекты, и доля инвестпроектов, успешно реализованных, к сожалению, уничтожна мала. Лучше бы действительно отдавали на условиях общего аукциона, а предприятие венский фанерный комбинат приобретало на общих основаниях этот лес, березовый кряж, уже у лесопользователей. Ну, бог с ним. Так вот, перед этой встречей я просто посмотрел, Владимир Евтушенков в этот же день утром был и подписывал подобное же соглашение в Вологодской области. И я думаю, что не случайно, то есть, вот сейчас те процессы, которые происходят по диафшеризации российского капитала, и крупные российские предприниматели, таким является владелец там изрядной доли акции АФК-системы Владимир Евтушенков, они ищут места вложения средств, инвестирования средств в свой рынок. Это очень хороший показатель. То есть, они как бы поняли, что сейчас невыгодно и даже опасно в некоторых случаях вкладывать средства за рубежом, в активы за рубежом, зарабатывать там. И они ездят, Владимир Петрович, ездят по регионам и смотрят, где интересно можно было бы там производство развить. в том числе импортозамещающее производство и производство в частности, то есть, приобретение товаров для того же детского мира. Ну, у нас есть фабрика «Весна» и вообще кластер индустрии детских товаров. Я думаю, что речь не только о мебели идет, вообще о широком ассортименте. Если детский мир откажется от части экспорта и будет забирать обувь, лель, одежду кировского производителя к себе в магазин, причем в федеральную сеть, да, и мебель там для детскую мебель, игрушки фабрики «Весна» там будут представлены, вот тогда это будет очень хорошее подспорье и местным производителям тоже. Фантастично с одной стороны, но с другой стороны... Нет, ну вот я просто провел параллели, я думаю, что это действительно связанные процессы, деофшеризация российского капитала и новые инвестиции, но уже не зарубежные, как было в старь, да, а теперь уже инвестиции... В те мощности, которые в регионах. Да, в те мощности, которые простаивают или в новые мощности в регионах. Завершается у нас программа «Особое мнение». Я благодарю гостя в студии Олега Прохоренко, главный редактор газеты «Бизнес-новости». Всего доброго, до встречи. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова